Определены лучшие предприниматели, которые влияют на развитие отечественной промышленности. По итогам года были вручены премии президента Казахстана Алтен Сапа. Определены победители конкурсов «Парыс» и «Лучший товар Казахстана». Также известны результаты конкурсов «Бизнес Кемель Делек» и «Скер» Улода Лаеля, организованного впервые национального конкурса дизайнеров «Алтен Оймак». В мероприятии принял участие глава государства. Подробности далее в сюжете. Основной путь укрепления независимости страны – это усиление экономики государства и увеличение объемов производств. За 28 лет независимости в стране реализовано огромное число проектов. Индустриализация позволила Казахстану стать сильнее. Представители различных бизнес-структур оказали определенное влияние на экономику во время мирового кризиса. Индустриальная продукция, произведенная в Казахстане, поставляется более чем в 120 стран мира. В их числе рынок Китая, Центральной Азии и Европы. Объем производства в отрасли автомобилестроения вырос в 8 раз. По итогам 10 месяцев этого года количество собранных машин превысило 38 тысяч, заявил президент Касымжумар Тукаев. По всей стране введено почти 1300 новых производств. Как результат, объем производства в обрабатывающем секторе за последние 10 лет увеличился более чем в 3 раза. В обрабатывающую промышленность привлечено более 34 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Объем экспорта в секторе вырос на треть и на сегодня составил 165 миллиардов долларов. В преддверии Дня независимости состоялось награждение победителей конкурса «Улада Лаеля», цель которого – пропаганда казахстанского бренда на ближнем и дальнем зарубежье. Вместе с тем состоялось чествование лауреатов первого национального конкурса «Алтыной Мах». «Заявку на участие в «Алтыной Мах» подала моя мама. Благодаря ей я выиграла 1 миллион тенге. 800 тысяч тенге будут направлены на развитие моего бренда. На остальные куплю подарков семье». «После этого мы тем паче готовы работать во благо нашей страны. Это награда, которая стимулирует и вдохновляет всех деловых женщин страны». Из рук президента получили награду специальную премию «Алтын Сапа» – представители крагандинской компании «Биомер Арматура» как лучший индустриальный проект. В номинации «Лучший инновационный проект» победителем стала компания Казалардинской области СК-3У. Обладателем гран-при конкурса «Пары» стала евразийская группа. В номинации «Лучшее социально-ответственное предприятие» лидерами стали Казалардинский рисовый завод «Абзалыка». Президент отметил, что сегодняшние награды являются высокой оценкой, присужденной государством-представителем бизнеса. Касамжумар Тукаев поздравил победителей. Также он отметил, что с 2020 года в рамках реализации третьей программы индустриализации не стоит повторять ранее допущенных ошибок.